Мур, привет друг, это Зверько. Сегодняшний патч крайний перед обновлением на основном сервере. Я объединю в него 1.648 и 1.650. Это то, что попадет на основной сервер уже вот совсем скоро. Но давай начнем по порядку, со скинов и героев. Новый персонаж Инь будет доступен с 18 января. Его за ход разработки немного ослабили в плане урона, но он отличный брузер и интересный боец. Сан скин весеннее благословение. Будет доступен с 27 января за 899 алмазов. Звездик февраля будет на Сиссилиона. Скин называется Звездочет. Фрея вступит в отряд Сайбера, как охотник за головами. Случится это 10 февраля и стоить будет 899 алмазов. 18 февраля выйдет скин на Натана, Хаус Хантер, стоимостью 599 алмазов. Для всех новых скинов игровая скидка 30%, но при покупке алмазов можно сэкономить еще больше, купив их через Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь переходим к изменениям героев. Сильвану и Теризлу пока вернули к базовым параметрам. Теризла был пережабан, но его действительно надо было усилить. А насчет Сильваны? Тут я не уверен. Вроде с ней и так все норм. Мелисса, новый стрелок. Подверглась изменениям, и я все еще намерен снять отдельный обзор на новых героев. Или разобрать фехтование в популярном аниме тайтле. Глоу. Решили занерфить. Первый навык. Увеличили время КД на 2 секунды. Уменьшили урон. Было 360-560, будет 300-450. Зато после принудительного взрыва навык быстро перезаряжается. Второй навык. Уменьшили урон. Ульта. Уменьшили эрген здоровья. Было 30-35%, будет 25-30%. Мне кажется, они погорячились с нерфом. Карина. Первый навык. Переззарядка, которая уменьшалась с уровнем, теперь будет 7 секунд все уровни. Клауд. Немного уменьшили урон от мартышки, пассивки и во втором навыке. По поликупа. Первый навык. Уменьшили урон копья. Было 100-190, будет 80-170. Уменьшили урон укусов купы. Было 120-210, будет 100-190. Фрея. Ульт. Уменьшили КД. Было 56-50, будет 54-46 секунд. Ив. Первый навык. Увеличили КД. Ульта. Немного откатили нерф, но КД все еще больше, чем на основном сервере. 75-55, будет 65-45 секунд. Потребление маны серьезно подняли. Было 110-190, будет 180-260. Аулус. Немного уменьшили прошлый баф. Пассивка. Бонус к урону. Был 135%, будет 130%. Эйман. Первый навык. Бонусная скорость будет сниматься быстрее. Второй навык. Вернули к официальному серверу. Ульта. Теперь урона больше наносит вторая волна ульты, чем первая. Это позволит ловким героям чаще выращиваться от добивающего удара. Немного уменьшили урон по площади. Фойвус. Первый навык. Уменьшили бонус к щиту от своего здоровья. Было 8, будет 6%. Ульта. Сильно увеличили время КД. У нас этот герой не популярен. Расстроятся немногие. Ван-Ван. Неожиданный ап. Увеличили базовую атаку на 5 единиц. Увеличили базовую скорость бега на 5 единиц. Вспомнили про Харита. Первый навык. Увеличили первичный урон по формуле. Вторичный урон. Немного увеличили на старте. Фаша. Ульта. Увеличили время КД. Это серьезный удар по геймплею на ней. Наталия. Пассивка. Еще больше увеличили урон по крипам. Было 30, будет 50%. Минотавр. Пассивка. Ярость, получаемая от атак, уменьшена. Первый навык. Немного увеличили урон. Ульта. Получение ярости тоже снизили. Дополнительные навыки и перки. Благосклонность. Уменьшили дополнительный отхил. Маскировка. В невидимости ускорение увеличивается постепенно, за полторы секунды. То есть у героев появляется медленный разгон вместо мгновенного буста бега. Нерв-то про войны. Из-за его популярности ему уменьшили урон с 45 до 35. А вот нефиг вводить в игру сомнительный айтем, когда у большинства героев и так низкая физическая защита. Нерфанули третий пиерк в эмблемах убийцы. Убийственный пир. Уменьшили отхил после убийства на 3%. Уменьшили получаемую скорость бега на 5%. И на послевкусие. На канале Артем Зверко вышел разбор боя. Хотя скорее драки из второго сезона Ведьмака. Да вдобавок с реальной демонстрацией от меня. Ссылку оставлю в комментариях. Скоро увидимся в гайде на Ине. Удачных боев, друг. Субтитры сделал DimaTorzok